дорогие друзья добрый день и так как я обещал включаюсь что вам показать что происходит сейчас в центре города судя по локациям сейчас акции идет возле кабмина 1 возле верховной рады другая 8 возле президента 3 объединила всех людей понимают на одна проблема вот сейчас я вам показываю это первая локация и верховная рада не призначила его постельно действующим министром освіти и науки украины нас не почувствовал президент нас не почувствовал премьер-министр який все-таки вырешил призначити его выполняющим обвязки мы не знаем учиться надовго чи не но что мы знаем что мы как спорта мы как политика у верховной рады мы должны сейчас сделать все возможное это по поводу образования для того чтобы это помочь мы все должны быть очень внимательными и важными и мы должны активно работать и бороться с такими призначениями я со своего боку как народная депутатка еще минулого тижня и так это показала вам одну локацию здесь люди выступают так понимаю против дистанционного образования и очень много людей собралось и собираются сейчас вам покажу другую локацию там возле верховной рады собрались много людей я уже видел и медики приехали туда и заняты предприниматели в общем-то много много всех интересных людей посмотрим что там творится какой-то вторник интересный такой начался единственное конечно что очень плохо так как нет организатора никакого поэтому точки разбиты по всему пресс-кварталу акция 1 возле кабминов 2 акция верховной рады 3 3 акция собирается возле офиса президент и и это тяжело кстати да я посмотрим у нас верховная рада вся приехала как правило это вся охрана стоит этого бойка машина с оглушителями слуги слуги вы приезжали сейчас посмотрим что у нас творится под верховной радой или возле офиса президент уже не знаю потому что я смотрел по локации возле верховной рады была акция плохо что люди вроде как и организовали с одной стороны а с другой стороны все это разбилось на эти маленькие кусочки там где-то акция там где-то акция и людям которые бы хотели присоединиться не понимают куда им приходить сейчас мы смотрим возле верховной рады еще одна какая-то акция посмотрим что там творится уже все закрыли забор и полиция не пускает на территорию верховной рады хотя обычно выходные дни можно ходить себе спокойно сейчас посмотрим да только по пропускам пускают верховного совета туда так что у нас здесь здесь у нас укрепленный район ага это о т.г. это вот так акция по поводу т.г. место голодухи да да место голодухи так ну что теперь покажу вам сейчас схожу вот видите мне плохо это что так акции собираются нет когда нет организатора одного получается от кусочками там кусочек там кусочек не поймешь куда ехать куда идти где людям собираться это плохо на самом деле ну пойдемте теперь сходим под апартаменты президента ну здесь основательно полицейские подготовились посмотрите сколько людей на акции ну человек наверно 20 и сколько полиции стоит полиция здесь вообще мрак сегодня я объясняю почему собрались люди на такие акции потому что парламентское заседание верховного радио сейчас заседают наши слуги уважаемые неуважаемые поэтому люди собираются во вторник чтобы хоть как-то достучаться хоть до кого-то но посмотрим кто до кого достучиться и да полиция смотрите по перекрывали так основательно квартал сейчас пойдем сходим в офис президента все перекрыто круто вот именно что люди просто разбредались на разные локации поэтому лишь как говорил здесь кучка там кучка возле офиса президента кучка и из-за того что нет одного организатора ну так как все же говорили что будет якобы какой-то там майдан какой-то организатор какой-то олигарх а по сути люди сами вот собираются вот так вот знаете как накипело здесь сказать там сказать просто другой вопрос а вот такими вот кучками и локациями маленькими людьми точнее чего они добьются мое личное мнение вот 15-20 чек ничего не добьется абсолютно сейчас они с кабинетов своих посмотрит по улыбаются скажу так там дали по 100 гривен наверное каждому да не пришли здесь по кипиша валюту собственно как обычно слуги и думал по этому мало кто в это поверит полицейские начинают сбиваться значит скорее всего оттуда сейчас будут людей что бегают полицейские куча охраны он с этими security все дела не подходи даже мы поехали посмотрим что возле апартаментов жарко на улице вы пока буду идти до офиса президента хочу два слова сказать кто-то говорил мне здесь рассказывал что в мариуполе принципе ничего не поменялось рассказываю что поменялось в мариуполе вот а больница номер девять водников помните где девочки выступали говорили о том что не проблема есть где у меня были подозрения о том что начмед немножко был выпившие все дела в общем после моего приезда горздрав по неизвестными причине вызвал руководство больницы к себе я так понимаю сделали либо нагоняя либо какие-то там моменты нехорошие и после этого по какой-то по каме непонятной причине но я догадываюсь весь бухгалтерский состав больницы написал заявление за свой счет на увольнение что это значит многие сейчас могут сказать вау классно хотя бы вот наказали бухгалтеров это очень плохо потому что если бухгалтера сейчас уйдут и пройдет период времени потом девочки вы не вернете свои деньги которые вам не доплатили в этой больнице и скорее всего бухгалтеров уволили по согласию самих же бухгалтеров чтобы не было проблем у них ну а они там просто деньги все эти моменты прокрутили и все москаль сзади идет видеть помните ему плохо было на этом геннадий москаль это бывший губернатор закопатской области депутат совсем печально выглядит так по телевизору все такие боевые а в живую когда смотришь так там совсем совсем так то мы доходим до апартаментов президента до офиса президента здесь тоже очень много полиции в беретах ходят в общем слушайте в центре реально такое ощущение будто вся полиция города киева собралась именно в центре города и все моменты которые могут сейчас происходить за пределами центра наверно никого не волнует и скорее всего скорее всего сейчас будут там знаете как какие-то там домушники какие-то грабежи а вся полиция будет здесь в центре вот беспокоиться чтобы люди не наделали делов возле верховного совета хотя в принципе все аккуратненько без кипиша без ничего так здесь полиции много ну зови все президента сейчас вообще будет наверное там не протолкнулся не пройти у и там толпа большая сейчас вам покажу увидеть перекрыли дорогу показываю вот там далеке дорога перекрыта и ага это скорее всего я думаю что возле нацбанка стоят люди которые вложились квартиры кредитные заемщики и их по идее же там закон что-то происходит осенью всех будут выселять квартир которые там не оплачены или еще там что-то ночью как-то так сейчас посмотрим сейчас покажу да это кредитные заемщики то есть получается уже даже четыре локации в городе киеве где люди пособирались со своими проблемами опять полиция слушайте реально полиции столько я не видел в центре в последний раз на рак это майдан был сколько было полиции утон с еще дождь начнется для полного счастья и все так нам потребнее наши квартиры да это заемщики те которые брали кредиты теперь они все она сейчас скорее всего все соберутся в одном месте это будет кабмин скажите а возле офиса президента тоже акция до какая-то понял ну вот идемте еще и под офис президент все-таки покажу вам ту акцию да немножко трясет смотрю страну особенно город киев и скажем так это знаете как вот небольшой такой маленький дымок который может превратиться в очень-очень большой огонь если система не поменяется а как правило говорят помните вот ну чтобы не происходило какая бы система не сидела рано или поздно нарушится и я думаю что вот эта система которая есть сейчас она также обрушится он здесь все по посерьезнее нацгвардия автозаки автозаки их называющие причем так а нет стоп это курсанты значит и не автозак слава богу это просто нас гвардию загнали причем в большом количестве да очень большом да вот на самом деле вы знаете вот вы пишете только что что мало людей потому что не проплачено это очень круто пускай будет меньше людей не проплачено чем потом спустя 12 дня скажут а вот такой олигарх проплатил эту акцию люди собрались не не нет отпускай лучше вот так вот будет я надеюсь что многие сейчас услышат увидят поймут что он не пришел потому что побоялся либо не пришел потому что придумал себе историю и может быть немножко стыдно станет что вот так вот по-настоящему собираются люди без денег вы же видите флаги есть но флаги есть какие не политических партий а флаги организации от которых поступают дают на валютные вкладчики образование да здесь по побольше людей чем у возле кабмина а 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 Выступите гарантов, защитите Конституцию и наши права. Слава Украине! Немножко не очень, сейчас наберу вас, просто не слышу ничего. Да, спасибо. Так, ну что, посмотрим, что здесь творится. Когда у нас есть сельские рейды, Минюст, разблокировали рейсы, ОТГ. Очень много повыходили, много ОТГ. Да, но здесь побольше людей. 26.81. 26.81. 27.81. Рабочие месяца, гидная зарплата. Так, молодь ФПУ. Освита и наука. Ага, здесь профсоюзы пособирались, я вижу по флагам. Шахтеры. 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 очень странно обычно там же у нас президент сидит чего здесь возле президента украины а-ля хотя здесь вода он даже здесь не сидит его здесь нет помните двери те где я заходил именно вот да коллекторы равнодушный альфа-банк убывая нас здесь я так понимаю собрались разного рода люди украинской ситуации носим артитиковую листанку позволяем порушить наши трудовые права вот вы говорите что за митинг сегодня в украине в городе киеве я уже насчитал четыре разных абсолютно митинга в разных локациях верховная рада кабмин апартаменты президента национальный банк то есть люди начали сами выходить без организаторов без я так понимаю этих олигархов ну здесь организаторы так понимаю федерация судя по флагам федерации незалежная проспелок шахтеров образование федерация проспелок украины в целом видите да то есть очень много все разного разного рода митингов ну люди все присоединяются и присоединяются и с двух сторон по локациям я так понимаю да там полиция там полиция сюда зайти просто так допустим всем же оружием либо еще там чем-то не получится вот так вот если брать в целом возле апартаментов президент а вот же офис президента украины наш где наш владимир александрович сидит ну и вот с той стороны так же самое полиция перепроверяет абсолютно все что в карманах так просто не зайдете сюда и видите уже на тот случай помните когда прошлый раз митинг был один из митингов чек себя подпалил так вот уже мчс стоит с огнетушителями чтобы не было очередной такой провокации не дай бог ну и полиция стоит с металлоискателем чтоб нельзя было никто не прошел в общем вот такая вот пока ситуация вот 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 вы меня нашли по прямому эфиру надеюсь да да иди в нашу там а то звонят и звонят а у меня прямой эфир я ж не могу выбить по эфиру мы нашли три локации я по стороне здесь просто локаций очень много в городе ты видел верховная рада 1 скобин 2 офис президента 3 то есть это вот наши черновицкие друзья приехали видите не побоялись телеканалы в общем не знаю посмотрим видишь народ собирается все больше и больше а где где президент мы просто говорят президента нет но пишут в прямом эфире у нас плакаты есть надо раскрывать плакаты много журналистов много камер а телевизионщики медики где вот у меня вопрос а где же наши медики и а и и и и и и и и и Здесь, вот он уже здесь, то есть люди сюда собираются, медики. Вы же видите, организатора нет, поэтому все собираются вот так вот, Гаммузу. Причем частично возле Верховной Рады, частично здесь, частично возле Кабмина. Потому что все пошли уже сразу же сюда, в Верховную Раду. Ну вот медик только что ко мне тоже подошел, говорит, вот мы приедем. Рабочие места и гидная зарплата, працюемо в Украине. Сейчас пойдет дождь, и я думаю, все разбегутся. И в очередной раз система скажет спасибо природе за то, что разогнала людей и не пришлось разгонять полиции. Но скорее всего таки... Здесь что у нас? Промыслово, Укр, Укр, Углевод, Роспилка. Даже спортивная спилка есть. И когда ввели мораторий. Мораторий на отъем жилья, который выступал как обеспечение по больным предметам. За это время мне лично удалось выдачить и следить на то, что большое количество людей. Но далеко не все. Далеко не все люди могут поехать за границу, собирать кружки и кружки. Далеко не все люди имеют работу здесь. Потому что вот здесь находятся у нас сегодня просто пилки, аграрии. И о том, что происходит в каждой абсолютно сфере жизни, абсолютно в каждой сфере права, Об этом, наверное, знает уже каждый, включая детей. Люди остались без работы. Люди потеряли малый и средний бизнес. Люди не знают, как выживать. Пенсии не оставляют просто шансов на жизнь. Среди этих малютных заемщиков есть и безработные. Есть мама-одиночка. Есть люди с детьми-инвалидами. Есть люди и работающие, которые пытаются выжить каким-то образом. Но платить по полторы-две тысячи долларов в месяц за квартиру, Которая стоит уже сколько-сколько стоит годовалый платеж, Они просто не в состоянии. Вы знаете, я вот сколько смотрю и наблюдаюсь этими заемщиками, Могу вам сказать, что честные люди, в свое время не имея жилья, Они брали кредиты. Когда же я общаюсь с теми, кто их не понимает, Начинаю задавать вопрос. А где же вы взяли квартиры? Примерно в процентах 30 осталось от родителей. 70% не могут ответить на этот вопрос. Так кого мы уничтожаем? Мы уничтожаем честных людей. Мы уничтожаем работя. Мы уничтожаем предпринимателей. Мы уничтожаем фермеров. И самое страшное, что здесь нас очень мало. В связи с тем, какое количество людей уничтожают. Я искренне надеюсь... По поводу... Вот сейчас я увидел смс, написала девушка. Клятва, гипаркаты, все работают. Я не поверю, что абсолютно все работают именно сегодня, в этот день. Ну вот просто не поверю. Вот серьезно вам говорю. Ну хоть 350 раз меня упрекните. Не поверю. У кого-то есть сутки, у кого-то суток нет. И вот в этот момент сейчас человек сидит дома, смотрит на диван и говорит, круто, люди собрались. Я их поддержу морально. Поверьте, это не круто. Потому что вы бы должны были быть здесь. После... Когда это все закончится? Вот сегодня. Я не знаю, когда будет новая анонсирована акция. Я уверен, что не услышат. Ну не услышат. Пока не будет намного больше, в раз, не знаю, 40-50 людей больше, никто этих людей не услышит. Уж поверьте мне, сколько я уже говорил об этом и буду говорить, пока вы все сюда не соберетесь, пока у вас не будет здесь десятки тысяч, вот это все, это просто, знаете, как вот там сидит в кабинете, он, смотрите, там через анавесочки смотрят, кофеечек выпивают, улыбаются и думают, да, сейчас по кипишу идут. Вот так оно будет. А так на самом деле и будет. Людям же надо будет домой ехать, там, кушать, туалеты, все что угодно. И никто не будет сидеть здесь, там, до ночи, до завтрашнего утра. А те просто подождут, пока люди разгребутся. Все. Поэтому это ваша совесть, это все на вашей совести. И, к сожалению, пока мы видим аморфность украинских людей, я не могу понять, почему такая аморфность, почему такое безразличие. Посмотрите, нет же олигархов. Нет ни одной политического флага Бюта, там, не знаю, Зеленского. Ну ладно, Зеленский не может против себя, хорошо. Всякие ляшки, я не знаю, там, что у нас здесь, едности, шмедности, бойки, шмойки. Никого же нет. То есть, вам надо что, чтобы здесь были политические флаги, куча народа, тогда вы скажете, да, это справедливость, либо что? О, народ куда-то собирается идти. О, а что происходит? Что происходит? Вещь какой-то пошел. О, полиция быстренько начала сталкиваться. Ну, правильно, люди пишут за и лучше, супер. Пускай так будет. Тоже правильно, Сергей, им пофиг. Правильно. Да, к сожалению, у нас такой народ, что все ждут, что кто-то за них что-то сделал. Отвечу, никто ничего делать не собирается и не будет, пока вы сами не сделаете это. Закон 36.40, где будут посылать людей. Валютные заемщики тоже, ребята, собрались. Не, он не выйдет. Ну, вы понимаете, ситуация, и я так понимаю, что и люди знают, что в ней выйдет. Уже все привыкли, что Зеленский у нас очень трусливый человек, и он не выйдет на такие акции. Он может выйти только тогда, когда начнут стрелять, когда уже будет очень много людей, тогда он сделает пару видосиков, попросит людей успокоиться. Даже будет поздно, в том-то и дело. У людей уже, вон, крыша срывается, и все. Не, медики повыходили, но в очень малом количестве. Боятся. К сожалению, как один из чиновников правильно мне сказал. Говорит, медики, это те люди, которые будут сидеть до последнего и выйдут только тогда, когда их уже выгонят с работы, у них не будет денег, и вот только тогда, возможно, они и выйдут. В принципе, где-то этот чиновник был прав. Ну, по крайней мере, вы теперь сами видите всю картинку, всей ситуации. Еще люди подтягиваются с той стороны. Они скачут, потому что не проплаченные. Все же думают, что проплаченные митинги. Так он же ж не может выйти, вы же не понимаете. Потому что он ответит людям. Он же ничего не сможет ответить. В том-то и дело. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok. Каким успехом можно сказать, где у полиции эти станции. Не, чтобы вы понимали, даже к людям не вышли нигде, ни возле Кабмина, ни возле Верховной Рады, ни возле Офиса Президента, ну, Офиса Президента. То есть никто нигде не повыходил, к сожалению. Вы знаете, я даже не злюсь в том-то и дело на меди, вот вы пишете, да, там, что-то, почему же медиков нет, ничего страшного. Пускай медики смотрят на это. Я думаю, сейчас многие смотрят и, может, когда-нибудь у кого-нибудь своей совесть, хоть немножко, то, что из-за него вот одного человека, а таких, знаете, как с бычком. Вот когда кидаешь бычок один вот на улицу, вот покурил и выкинул, вроде не видно этой, вот, скажем так, мусора. А когда все бычки кинут, мусор уже увидят. Так же самое и здесь. Вот когда один человек вышел, оно не видно. А когда выходят уже тысячи медиков, халатов медицинских, вот тогда их увидят. А что видят сейчас наши слуги, которые вот там вот кофе пьют, девочка только что кофе пила и наблюдала. Она видит образно там, вот про спилки, там, аграрии, валютные заемщики. Значит, вот у них проблема есть. А в медицине проблем нет. Правильно. Только можем в фейсбуке писать какие-нибудь злостные посты. Вот, пожалуйста. Ну, в общем. Никто не собирается выходить, самое интересное. Журналистов много. Ладно. Если кто-то выйдет, я включусь в прямой эфир и вам покажу, что кто скажет. Но чует в мое сердце, что пока вот сейчас дождь не начнется, а дождь буквально с минуты на минуту начнется, никто не выйдет. Поэтому, ну, пока так. Я потом обязательно включусь и расскажу, что произошло.